Продолжаем тему группы и одно важное замечание. Запустим оснастку управления группами, нажав правой кнопкой на мой компьютер, управление, локальные группы и пользователи, группы. И вспомним, что здесь, а здесь мы не создали, вот создадим группу, локальную группу, например, на английском назовем ее Operators. Можно написать описание IT Operators. Создадим группу, закроем и добавим членов в эту группу. То ли кликнув два раза на группе и нажав кнопочку добавить, то ли правой мышкой добавить в группу. Добавим пользователя, локального пользователя, посмотрим какие у нас здесь есть. Например, User1 или User. И нужно... Ну вот User1, например, не хочет находить. Нужно указать размещение, что это не наш домен, а локальный пользователь именно. Вот мы находим User1, добавляем его. Им нужно учесть, что применительно к работе как с группами активной директории, так и с локальными группами. Пользователь может использовать свое новое членство в группах только когда он выполняет вход после изменения членства. То есть, пользователь не сможет пользоваться доступом и свойствами членства в группе IT операторы, вот в этой группе, которую мы создали. Любыми ресурсами, которые назначены для этой группы и так далее, пока он находится в системе. То есть, если мы сейчас залогиниваны под пользователем 1 и добавили себя в эту группу, то мы не сможем пользоваться этой группой. Нам нужно вылогниться, сделать логов и опять залогиниться, сделать логин. Точно та же ситуация касается и пользователей активной директории. Также еще есть один удобный прием. Это добавление группы домена в локальную группу. Ну или же пользователя домена в локальную группу. Этот сценарий добавления группы домена в локальную группу является довольно мощным. Он позволяет администратору повторно использовать коллекцию объектов активной директории в форме группы активной директории. И предоставляет им права доступа к ресурсу на именно этом локальном сервере. Это может понадобиться в ситуации, когда владелец приложения выдал права локального администрирования единственному серверу. И ничему больше. Тогда администраторы могут создавать локальные группы и наполнять их группами и пользователями домена. Администратор приложения может открыть общий доступ к своему приложению членам домена. Без необходимости в наличии каких-либо прав администрирования домена. И вот сейчас на этом примере локальной группы мы можем добавить нескольких пользователей и группу из нашего домена. Точно так же нажимаем кнопку добавить. И например нам нужно добавить в эту группу пользователя домена Иванов. Мы пишем его имя Иванов, нажимаем проверить имя и находится наш пользователь из нашего домена. Добавляем его. Теперь он имеет доступ к локальной группе этого сервера, которая в свою очередь тоже имеет доступ к каким-то локальным ресурсам. Точно так же можем добавить, например, всех доменных администраторов. Домейн, админ. Можем не писать до конца, нажать проверить. И выскакивает именно группа нашего домена, в которую входят доменные администраторы. Теперь все, кто входит в данную группу, смогут логиниться на этот сервер и использовать ресурсы, предназначенные для локальной группы Operators. Это очень удобно. Соответственно, точно так же просто, как и добавить, можно удалить группу, нажав правой мышкой удалить. Выскакивает окошко, на которое следует обратить внимание. Это очень важно. Опять-таки повторяю, что в Windows и в активной директории все объекты распознаются не по имени, вот как здесь Operators, по имени группы, а по их SID, то есть Security Identifier. И все они, эта уникальная идентификация этих участников безопасности осуществляется с помощью этих SID. Идентификатор SID создается каждый раз, когда мы создаем нового участника безопасности. Это означает, что в случае создания учетной записи группы Operators или учетной записи Иванов, например, и ее удаления и повторного создания Windows будет трактовать старые и новые объекты как два разных. То есть нужно помнить, что каждый объект в активной директории и на системах Windows имеет свой SID, по которому и общается система с этим объектом. Ну и собственно здесь предупреждение, что каждая группа имеет уникальный идентификатор в дополнение к имени группы и удаление группы приведет к удалению этого идентификатора. Соответственно все члены группы этой потеряют доступ к этим ресурсам, которым они имеют право доступа. Собственно об этом мы и предупреждение. И мы можем спокойненько удалить группу точно так же, как и создали. То есть правой мышкой создать группу, правой мышкой удалить группу. Ну создадим снова группу, чтобы я смог показать, как удалить эту группу при помощи команды net localgroup и названия группы. При помощи этой команды можно собственно и создать. Попробуем создать. Не будем так создавать, а создадим запустив командную строку. и попробуем, сделаю побольше шрифт. Попробуем создать группу при помощи команды net localgroup. Например, темп, группа будет называться темп, ну или operators, и команда add. Вот мы создали группу. Чтобы посмотреть справку по этой команде, опять справка это самое главное в командной строке. Умение пользоваться справкой это уже пол дела. То есть мы все можем посмотреть, как использовать в справочной информации. Вот мы можем посмотреть справку по команде net. Это вот net help и localgroup. Она покажет нам справку, что мы можем сделать при помощи команды net localgroup. При помощи команды net localgroup мы можем также создать, например, группу, назовем ее операторы 2. И, например, можем прокомментировать, вот как здесь показано, net slash, касая и команд. И здесь написать комментарий к этой группе, например, это IT operators team 2. Так, что-то не так. По-моему, здесь не нужен пробел. Вот здесь вот нужно убрать пробел. Вот, и теперь мы можем посмотреть вновь созданную группу. Нажмем F5, обновить. И создалась вот группа operators и с описанием такое, как мы написали. IT операторы, команда 2. Теперь посмотрим, что еще мы можем сделать. Мы можем добавить пользователя или группу в эту группу из нашего домена. То есть, мы можем написать net localgroup, потом указываем, какая группа, и потом указываем здесь пользователя нашего локального. Например, только мы должны указать домен сразу. Сотрем вот эту ненужную информацию. Наш домен будет выглядеть вот таким образом в кавычках. Lab. Обратная косая. И мы можем проверить теперь, что мы в группу операторы 2 добавили доменного пользователя Иванова. Вот он. Вот он добавлен. Точно так же мы можем удалить группу, если она нам не нужна. Нажав net localgroup operators 2, только здесь попробуем сейчас сразу удалить пользователя из этой группы. При помощи такой команды мы удалим пользователя. Вот проверим. Теперь нету этого пользователя в этой группе. Итак, любого пользователя, любую группу можно отсюда из активной директории удалить. А теперь удалим всю группу. Net localgroup operators. Стираем пользователя. Просто оставляем название группы. И заметьте, что не выскочило окошко предупреждения, как это мы делали бы в графическом режиме. Теперь обновим эту информацию. Вот группа исчезла. Стираем пользователя. Продолжение следует...